Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. Сегодня с вами Ольга Дуброва, и я затрону самую чудесную, самую волшебную тему. Это изготовление различных поделок к Новому году и ко всяким новогодним праздникам. С чего мы начнем нашу беседу? Подготовка должна вообще в идеале начаться заранее. Летом гуляете вы где-то около речки, в лесу, на огороде, замечаете интересные формы плодов, шишек, собираете, все собираете и подсушиваете. Потому что гораздо проще воспользоваться природным материалом, чем тратить деньги и закупать его в магазине. Все, что красивое, мы берем и сохраняем. Но основой, в частности, сегодня мы поговорим про создание пинков рождественских. Пусть для кого-то это и не совсем совпадает с религией, но сейчас такое смешение различных взглядов, полная эклектика, смешение всего. Дизайнеры разрешают смешивать всякие цвета и говорят так по-хитрому, когда какие-то вопросы возникают. Говорят, я так вижу. Поэтому не бойтесь, создавайте. И если у кого-то будут сомнения, вы говорите, я так вижу, это мое творческое видение. Основу любого венка будет составлять каркас. С чего мы сделаем каркас? Это могут быть любые, в принципе, но гибкие ветки кустарников, деревьев. Очень хорошо, идеально подходит, конечно, вот у меня в руках плети девичьего винограда. Когда они свежие, они очень хорошо гнутся. И их можно формировать, из них формировать венок, каркас, даже не используя дополнительные обвязочные материалы. Но для надежности будем использовать. Хорошо подойдут длинные ветки березы, которые также, оговорюсь, что в свежем состоянии они хорошо поддаются изгибанию, не ломаются, не крышится. Каркас тоже желательно приготовить заранее. Потому что, когда мы будем делать, допустим, большой венок, то может возникнуть такая ситуация, что на тонком каркасе, ну, тут у нас вполне соответствует наполнению, но на тонком каркасе большое количество привязанных веточек, и если мы повесим на дверь, получится не венок, а яйцо, практически фаберже. Поэтому каркас должен быть сформирован хотя бы за недели-две, подсохнуть, чтобы он был прочный и не изгибался под тяжестью. Это один такой момент. Конечно, сегодня в век интернета совершенно не проблема найти различные идеи в интернете, подсмотреть, как что скомпоновать, как оно будет смотреться, что вам понравится, что вам больше нравится, чтобы это было много цвета и каких-то дополнительных аксессуаров. Либо это будут исключительно природные материалы, как то шишки, желуди, плоды каштана и другие плоды. Поэтому я в своей беседе с вами буду скорее делать акценты на каких-то моментах, на каких-то хитростях, на что следует обращать внимание. Ну, давайте и попробуем сделать каркас. Вот такой у нас лохматый пучок. Мы его начинаем закреплять, закреплять. Что можно использовать для фиксации? Конечно, можно пойти в флористический магазин, дизайнерский магазин и приобрести там специальную проволочку. Но можно воспользоваться и в строительном магазине, купить моток проволоки, вот такой, который обойдется вам в разы дешевле. Продается она килограммами, поэтому хватит вам не только на кручение венков, но также и на другие работы. Берем самую тонкую, чтобы она хорошо гнулась. Можно попросить мужа, и он вам найдет из каких-нибудь электроприборов ценную медную проволоку, но пусть он раскошелится. Либо существуют тоже в приборах различные оплетки с такой вот тончайшей проволочкой, на которую мы нанизали бусинки. А можно просто воспользоваться шпагатом. Как воспользоваться шпагатом, я тоже покажу. А сейчас я зафиксирую проволочкой. Зафиксировали. Вплетаем. Вертим. Крутим. Оборачиваем. И вот видите, мы могли бы даже и не пользоваться проволочкой, если бы у нас были посвежие плети. Мы бы их просто завертели-завертели. Толстые, конечно, края надо прикрутить. Мы их тут тоже зафиксируем, чтобы они не торчали. В принципе, особой аккуратности здесь не требуется. Лишь бы они в дальнейшем, когда мы будем привязывать веточки хвойных пород, чтобы они не выглядывали. Я не буду дальше увлекаться и тратить время на аккуратизм. Вот так вот мы можем оборачиваем, оборачиваем и где-то в колечко прячем, 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 прячем. То есть принцип вы поняли. Самое толстое мы подвязываем, и у нас получается такой примерно каркас. Каркас может быть различного диаметра и различной толщины, в зависимости от того, что вы собираетесь сверху, насколько толстый слой веточек привязывать. Вот такой каркас. Я его откладываю в сторону. Можно просто пройтись, у меня тут есть заготовка, когда в случае, что ветки сырые и видите, как они гуляют, мы можем зафиксировать какой-нибудь проволокой, которую нам не жалко есть у нас в хозяйстве. Мы по всему диаметру проходимся, и это, естественно, укрепит наш каркас, и он не будет прогибаться, если мы его повесим на дверь или на стену. Кончик мы убираем. Убрали. Вот такой вот каркас. Тоже кладываем в сторону. Как? Потом мы поступаем с веточками. Веточки у нас сырые. Если пользоваться шпагатом, который капроновый, то это будет неудобно. Во-первых, он будет проскальзывать, он будет плохо фиксировать. Когда мы будем все дальше и дальше наслаивать наши веточки, то по мере утолщения они будут плохо фиксироваться, и будут потом сложности. Кроме этого, как ни крути, все равно это материал свежий, сырой. По мере подсыхания они будут усыхать, и, возможно, что-то где-то может, если мы зацепимся или будем как-то его транспортировать, то эти веточки могут выскользнуть. Поэтому лучше всего воспользоваться натуральным таким пеньковым шпагатом, который очень хорошо фиксирует наши веточки. Целый моток вращать вокруг венка не стоит. Мы наматываем себе маленький моточек. Сначала наши движения будут такие вот восьмерочкой. Восьмерочкой, восьмерочкой. Потом мы снимаем с пальчиков, когда много накрутится. И наматываем, наматываем, чтобы у нас получился вот такой моточек. И им будет легко манипулировать. И вот мы берем пучок. Этот венок у нас получается односторонний по наполнению хвойными веточками. Можно сделать двусторонний. Но я особого смысла не вижу. Конечно, он получается пышный, красивый такой, богатый. Но и так, я думаю, тоже будет неплохо. Особенно, когда веточек мало или жалко стричь наши кусты. Какие ветки лучше использовать? Если мы возьмем просто обыкновенную ель, либо сосну, то, естественно, это будет недолговечный венок. Вы сами понимаете, наблюдали, как поставишь живую елку, и потом она через какое-то время осыпается, даже стоя в воде. Поэтому лучше использовать такие хвойные породы, которые даже при подсыхании хорошо держат свою хвою. Это, конечно, тис. Он очень хорошо высыхает и сохраняет долго окраску. Различные виды можжевельников. И, конечно, будет очень ароматный венок. У кого есть возможность, пихтовый. Очень хорошо тоже сохраняет окраску. Крепко держится за счет смолистости. Держатся иголочки. И будет наполнен ваш дом таким вот целебным пихтовым ароматом. Здесь я уже, если обратите внимание, проплела таким образом практически весь венок. Как я это делала? Можно сделать венок из мономатериала. Вот здесь можжевельник. Можно приплетать различные веточки различных пород, и тогда он получится такой веселый, неоднородный, кудрявенький. Мы укладываем плотненько, пучком. Держим. Обматываем. Не бойтесь, что шпагат будет виден, потому что следующий слой ляжет наверх. И вот видите, как легко наш моточек. Представляете, если бы мы воспользовались целым мотком. Затем мы продеваем. Для того, чтобы зафиксировать. Затянули. Следующий слой у нас будет. Следующий слой давайте тоже сделаем миксовым. Обняли наш каркас. Обкрутили. Зафиксировали. И следующий пучок у нас тоже ляжет сюда. И мы его таким же образом будем фиксировать. Вот. И, как видите, совершенно прочно держится, и ничто у нас не отлетает. Это то, что касается оплетки шпагата. Но, если этот процесс кажется трудоемким, то мы можем сделать и немножко проще. Берем длинные веточки. Берем длинные веточки. Воспользуемся секатором. И нарезаем их такой величины, чтобы можно было снова же они пересекались, накладывались друг на друга. И будем их фиксировать теперь проволочкой. Возможно, для кого-то это будет казаться легче. Существуют еще магазины, в которых продаются различные мелочи. И там продается такая нить металлическая для декора. Она тоже стоит совершенно недорого и различного цвета. Она более гибкая, конечно, чем строительная. И работать с ней приятнее. Вот мы отрезаем кусочек. Еще отрезаем кусочек. И фиксируем. Значит, сначала фиксируем основание веточки. Это тоже надежный способ. И это будет красиво. Потому что тыльная сторона нам все равно не видна. И нам она никак не помешает в украшательстве. Затем немножко подогнем кончики. Дальше фиксируем в следующем месте так, чтобы сохранялся овал нашего круга, нашего венка. Где бы делался мой конец. Сложить надо пополам, чтобы там легче фиксировалось. Зафиксировали. Лишние концы можно заправить. А можно отщекнуть снова же щипчиками. Да, забыла вам сказать о том, что перед началом работы вы должны снабдить себя различным инструментом. Как то щипчики, секатор для веточек, ножницы для каких-то мелких работ. Здесь у меня есть клеевой пистолет. Потому что можно, конечно, и клей ПВА. Но с клеевым пистолетом дела идут гораздо быстрее. И результат виден сразу. Потому что у кого-то может не хватить терпения, как у меня, когда клеишь клеем ПВА, то очень долго он высыхает. А хочется уже быстрее завершить работу и куда-то ее водрузить или транспортировать. И вот таким образом мы будем дальше наши веточки подвязывать. Можно, как я уже говорила, делать смешанные. Привязываем, привязываем. И в результате у нас получается веночек. Снова, чтобы сократить наше время, перейдем уже к украшательству венка. Я беру у себя готовый венок. Вот видите, здесь шпагатом капроновым. Но пришлось приложить немало усилий, чтобы фиксировать. И очень густо приходится подвязывать, чтобы веточки не выскальзывали. Но ко всему можно приспособиться. Итак, наш веночек. Теперь мы для себя определяем, какой материал мы будем использовать. Как я уже говорила, это может быть абсолютно различный материал. Яркость, конечно, нашему венку придадут, несомненно, шарики. Они, естественно, внесут яркость и новогоднее настроение. Поэтому можно делать смешанные венки. Как с использованием дополнительных аксессуаров, так и исключительно из шишек. И делаем акцент на одной стороне. Здесь мы наполним яркостью такой. И композиция наша будет сосредоточена в нижней части. Пусть примерно это будет так. Располагаем таким образом, чтобы те материалы, показать красоту, которых мы хотим, и любоваться ею, они были расположены в одной плоскости. Допускается, конечно, если какие-то большие элементы, допустим, вот такая шишка, то нет смысла нам ее вот так вот выпячивать. Мы ее расположим немножко под углом и где-то со внутренней стороны. Располагаем, располагаем, заполняем. Ну, смысл вы понимаете, о чем я хочу вам сказать. Остаются кое-какие пустоты. Я жду пистолета, чтобы он разогрелся. И эти пустоты мы будем еще больше насыщать яркостью, чтобы картинка у нас получилась яркая, веселая и читаемая. Шишки можно фиксировать также не на клей, если у вас нету клея, потому что на ПВА у вас не получится вот такую шишку прикрепить. Можно фиксировать проволочкой. Как мы это сделаем? Здесь у меня уже заготовки с проволочкой. Ну, смысл таков, что мы берем проволочку, под чешуйки и ее отправляем, прокручиваем. И получается вот такая завязочка. И потом в нужном месте мы ее фиксируем какой-нибудь веточке. И, конечно же, так, чтобы не было видно нашей обвязки. И она будет замечательно держаться, и мы не будем бояться, что она в какой-то момент отскочит. Ну, вроде бы вот такая история у нас получается. Здесь мы наполнили цветом, которым мы хотели. Контрастная композиция получается. И теперь сюда прямо просится дополнить чем-то таким воздушным, которое бы заполнило дальше эти пространства. Это может быть различные виды сизалий. Здесь у меня такая немножко металлизированная блестящая сизаль. Есть природная сизаль различных оттенков, которая также будет очень органично смотреться. Когда вы приобретаете материалы во флористических магазинах, то они, конечно, дорогие. Вот, допустим, приобрели вы такую ветку. Здесь я ее уже использовала для различных композиций. Она была, видите, тут обрезались различные ветки. Она была большая и пышная. Ну, и всякий простак, конечно, сможет ее вот просто раз сюда прикрутить или приклеить и радоваться тому, что у него такая красивая, дорогая композиция. Я не против. Если позволяют финансы, пожалуйста. Но я рекомендую их разбирать на детали для того, чтобы, во-первых, сэкономить наши финансы. И это будет абсолютно не в ущерб нашей композиции. Обычно это металлизированные основы, поэтому пользуемся щипчиками. Обрезаем деталь. Теперь эти оставшиеся места мы можем заполнить физарию. Скатываем шарик. Оно хорошо цепляется за хойные веточки, поэтому можно и не брать на клей. Но при желании можно промазать клеем ПВА и, не дожидаясь подсыхания, он потом со временем сам подсохнет, и отправляем туда. Отправляем сюда. И подводим здесь. Вот у нас вырисовывается такая картинка. Всякий материал подойдет. Можно немножко тонировать белой гуашью, либо акриловой краской шишечки. Сразу смотрится снежно и по-новогоднему. Можно на батарее засушить дольки апельсин и тоже отправить их в нашу композицию. Я отправляю на проволочке. Она уже подвязана, воткнута в серединку. Проволочка перегибается для фиксации. И отправляем в веночек. И здесь я перекручиваю, фиксирую, чтобы наша долька не выскочила. Можно воспользоваться орешками. Вот орешки золотые. И также поместить их в нашу композицию. Сколько вы будете насыщать, зависит от наличия материала и от ваших пристрастий. Если вы собираетесь повесить венок на дверь, то, конечно, необходимо здесь сделать тоже какое-то украшение, какой-то сделать акцент и задекорировать место подвески самой. Для этого нам необходимо сделать какой-нибудь бантик. Бантик можно готовый купить. Можно воспользоваться любой лентой. Какая у вас есть и какой у вас лежит душа. Здесь, конечно, ленточка немножко короткавая, но подходит по цвету. Поэтому простым сложением, таким образом, можно сделать несколько таких сложений. и тогда он получится пышный. Снова воспользуемся проволочкой для поделок. Обмотали. Прокрутили. Во всех этих деталях важное условие, для того, чтобы наши поделки не развалились в процессе транспортировки и чтобы они были прочно зафиксированы на нашем венке. Привязываем к веточке. Можно спрятать гибкую проволоку там, а можно ее обрезать щипчиками. Это будущее место нашей подвески. И на чем она будет фиксироваться? Это может быть еще одна такая лента, либо лента контрастного цвета. Так как мы здесь использовали золотой, красный, синий цвет, то можно красную ленту, либо золотую ленту. А можно просто на шпагате. И, несмотря на то, что вроде бы материал простой, мы можем что-нибудь придумать из него, так, чтобы он не смотрелся как-то уныло. Что мы придумаем? Возьмем несколько сложений. Еще раз его. Сейчас кончики совмещаем. Чтобы они не мешали на работе, фиксируем. Еще раз сложили, 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 сложили. И подвязываем поверх бантика. Завязываем. Натуральные материалы нынче в моде. Поэтому не бойтесь использовать даже такие простые материалы. И здесь мы сделаем с вами такой лохматенький бантик. Вот оно зафиксировалось. Но здесь смотрится как-то неуместно. Поэтому эту точку мы тоже чем-нибудь задекорируем. Наносим клей. Сюда может пойти бусинка. Сюда может пойти шарик меньшего диаметра. А мы сюда поместим то, что есть под рукой. Вот такой вот цветочек, который перекликается с красным цветом в нижней части нашей композиции. И таким образом бантик наш заиграл. Пеньки не видно. И можно подвешивать нашу композицию. Материалы совершенно различные. Интернет переполнен идеями, если не хватает своей фантазии. Сюда мы можем еще добавить звезды. И сделаны они из палочек для мороженого или еще для чего-то, которые за копейки продаются. Можно купить в хозяйственном магазине. И вот наша композиция, смотрите, уже совершенно по-другому заиграла. Ваша фантазия, ваша композиция. Если бы мы здесь размещали с вами прокрашенные крышки, шишки, или исключительно из природного материала, то уместно было бы сюда поместить в качестве акцента такой вот букетик из шишек, которые бы смотрелись как колокольчик. То есть полет фантазии и композиции получаются замечательные. Я вам сейчас покажу, что получилось у нас тоже из подручных в принципе средств. Ну, пожалуй, и все, что хотела я вам рассказать. Хотя разговор этот может быть бесконечным. Можно найти еще много всяких разных материалов, самых необычных, начиная от скорлупы и орехов и заканчивая яичной скорлупой кусочками бумаги, материалов, различных тряпочек, ленточек. Все, что попадается вам на глаза. Поэтому в преддверии Нового года я призываю вас подписывайтесь на наш канал Процветок, ставьте нам лайки. Всего вам хорошего. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин